и снова здравствуйте друзья и с вами я михаил шилов автор проекта доктор шилов точка ком я хочу продолжить свой рассказ о своем видеокурсе здоровый позвоночник и жизнь прекрасна знаете что как правило всегда все желают бенефицианту на любом каком-то мероприятии на юбиле и дне рождения на повышении когда карьерный рост это человек ему все желают чего как правило все здоровье ему все желают все здоровье желает и мы желаем тебе здоровье остальное купим мы желаем тебе здоровья, 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 здоровья. Все желают. Остальное все приложится. А знаете, почему так? Потому что все подспудно понимают или реально понимают, что здоровье – это то, что окрашивает жизнь в реально красивые тона. То есть, если здоровья нет, жизнь серая, угрюмая, человек существует. Он мучается, он выживает каждый день, но он не живет уже полноценной жизнью, его жизненный комфорт, стремится к нулю. И, соответственно, никакой ни карьеры, ни работы, ни нормальных отношений в семье, потому что не будем кривить душой. На самом деле все любят здоровых и не любят больных. К ним могут относиться с уважением, заботой, все это понятно, их могут жалеть, но любят здоровых, сильных и красивых. И мы себя тоже любим сами тогда, когда мы видим в зеркале, что мы здоровы. Видим отражение, смотрим – все хорошо, и день прекрасен. Мы улыбаемся сами себе и в путь. Поэтому все желают здоровья. Но поймите, что пожелание здоровья – пожелание здоровья – это пустое бла-бла-бла. Это сотрясение воздуха. Особенно, когда желают друг другу со здоровья со стаканом водки в руке. Это вообще смешно, да? Но я не буду про это говорить. Сейчас образ жизни каждый волен и вести такой, как ему хочется. Можно в чем-то в одном сделать какое-то послабление, но в другом делать его, наверное, не надо. Так вот, учитывая тот факт, что я вам уже рассказывал, от здоровья позвоночника зависит здоровье большинства внутренних органов и систем человека. Большинства, а может быть даже всех, лучше сказать всех. Потому что так или иначе, напрямую или посредованно, это так и есть. Здоровье зависит от здоровья позвоночного столба, от позвоночника. Здоровый позвоночник – здоровый человек. Вот обратите внимание на тот факт, что это подтверждается в жизни. И древние еще говорили, что человек настолько молод, насколько молоды его суставы. Это было актуально тогда, когда медицина была на более низком уровне, но это также актуально и сейчас. Абсолютно точно так же. Ничего не поменялось. Человек, какой был тогда, такой он остался и сейчас. И вы посмотрите на тех людей, у которых спина не болит, и они здоровы. Это часто проявляется в осанке очень хорошо. То есть они осанистые, они красивые и подтянутые. И даже в пожилом возрасте человек со здоровым позвоночником, он выглядит намного моложе. А если посмотреть на него со спины, когда не видно на лице, на шее морщин, то может показаться, что это вообще молодой человек. Вот абсолютно. То есть мы так удивляемся часто, когда видим каких-то мастеров боевых искусств, людей, которые практикуют йогу, которым за 70, за 80 лет они заходят в зал, и еще не всегда все понимают, что это тренер зашел. Особенно кто не знает, да? Вот. Думают, что может это кто-то такой вот, ну молодой, когда говорят, что вот это зашел мастер, ему там 80 лет. Люди поражаются. Особенно когда, я говорю, видят его со спины. Лицо может выдать. Все равно они выглядят намного моложе. Потому что, учитывая то, что иннервация из позвоночника идет очень хорошая, всех органов и систем, они работают качественно, они более молоды. Молоды по функции. И соответственно, это сказывается и на коже, и на роже, и на лице. Все взаимосвязано. Вот. И совершенно все наоборот. Когда даже подросток ведет неправильный образ жизни, он сутулый, он уже зарабатывает себе сколиоз, кифоз, неправильный шейный лордоз, какие-то листезы, проблемы с позвоночником, он уже в подростковом возрасте и в юношеском он выглядит немощно и хило. Он выглядит плохо. Даже если он будет ходить в тренажерный зал и накачает себе хорошие бицепсы и большую грудь при сутулой спине и поднятых плечах, он будет выглядеть убого. Убого. И он только до той поры будет чувствовать себя нормально, пока работают какие-то механизмы компенсации. Ему будет спасать его молодость. Но когда ему перевалит за 30 лет, уж тем более за 40, все вот эти сутулости, все эти вопросительные знаки позвоночника дадут себя знать, у него появится масса болячек. Особенно если, не дай бог, он спортом бросит заниматься и мышечный каркас уже не будет удерживать ничего. Хотя на самом деле может быть и наоборот. Спорт может повлиять так, что он еще быстрее загнется. Это запросто. Потому что при спине, при кривой, если ее еще неправильно закачать, то мышцы будут удерживать ее в этом кривом состоянии и делать ее еще кривее. И в итоге проблемы появятся еще быстрее. Понимаете, какая самая ситуация? И поэтому, вот я просто вернусь. Здоровье желать – это ни о чем. Надо делать здоровье инвестиции. Инвестиции – это надо что-то делать. Это не просто говорить надо желать здоровья или мечтать о нем. Надо в здоровье делать инвестиции. Инвестиции надо делать правильно. Потому что кто делает инвестиции на Форексе, это неправильно инвестиции, он рано или поздно проиграет. Потому что не на то рассчитан Форекс, что там все болваны, целая куча зарабатывала. Единицы это делают. Кто-то на удачу, кто-то суперпрофессионал. Да, такое бывает. Но для большинства это невозможно. То же самое касается инвестиций в здоровье. Инвестировать надо правильно. Если это делать неправильно, то либо вы профессионал, либо у вас удача, классная генетика, у вас такая где работа, что у вас не портится осанка и все нормально по жизни. Как-то бывает так. На самом деле, все это обычно не так. Вы, скорее всего, что касается здоровья, всего, человек достаточно обычный. Даже если вы спортсмен, то вы относитесь к определенной категории обычных людей. Мы все, на самом деле, одинаковые. И это неплохо. Это хорошо. Мы разные в своих творческих потенциалах, в умственных. Но что касается нашего тела, мы, слава Богу, более-менее одинаковые все. Это позволяет создавать унифицированные подходы по уходу за своим телом и за здоровьем своим. Если все люди были разные, то для каждого человека нужно было поддельную какую-то медицину придумывать. Слава Богу, этого нет. Медицина для всех одна. И методики, методики, в том числе этого курса, они для всех одинаково подходят. Одинаково. И это здорово. Так вот, инвестиция в методики правильные – это прекрасная инвестиция в здоровье свое. Настоящая, деятельная, а не какая-то выдуманная и нафантазированная. Вот поэтому вам надо обязательно воспользоваться этим. Вы представляете, а ведь инвестиции, они для чего делаются? Чтобы приносить какие-то дивиденды, доходы. Доходы от здоровья, особенно, чем вы старше становитесь, переоценить невозможно. Это пока вы молодые и кажется, что вы будете жить вечно и со здоровьем никогда проблем не будет вообще никаких, то вам кажется, что все чики-пики. Но проходят годы и возникает масса проблем. Вы понимаете, что вы упустили какое-то время, но еще не поздно, по крайней мере, остановить процессы какие-то патологические, даже повернуть некоторые процессы вспять и вернуть себе здоровье. Лучше до этого не допускать, не доводить до этого. Поэтому нужно действовать. И действовать начинать никогда не поздно. Даже если вам 70-80 лет начинать и действовать сейчас – это лучше, чем никогда. Отличная поговорка – лучше поздно, чем никогда. Поэтому начните. А как? Я научу вас. Потому что я знаю. Я знаю. Не потому что я знаю, потому что я научился. А где-то меня научили. Хотя это немаловажно. Безусловно, знания мои носят академический характер. Они носят еще и практический характер в том плане, что я это использую и постоянно применяю сам. И научил этому многих других людей. Но главное – сам я это применяю. И это все работает. И очень все великолепно действует. Немногие доктора используют те методики, которые лечат своих пациентов. Я использую свои методики постоянно. Потому что они не только лечебные, они профилактические. И они помогут вам. Ах, да. Правда, еще придется ведь изучить этот курс. А еще хуже того. Хуже того. Самое плохое. Надо еще будет найти время, чтобы действовать и делать упражнения из тех методик, которые есть в этом курсе. Вот тоже проблема. Но уверяю вас, что на это вы затратите гораздо меньше времени. А главное – будете делать это с большим удовольствием, чем потом, если вы этого не будете делать. Вам придется ходить по врачам, болеть, лежать в постели, делать уколы, надоедать своим близким, своими самостананиями и ненавидеть тихо себя за свою немощность и недееспособность. И вы все время будете с мрачной, кислой минной ходить и надоедать окружающим. И себе. Это гораздо хуже. Поэтому это гораздо больше траты. А сколько вы потратите на врачей и на лекарства, я вас уверяю, что немало. Потому что современные препараты, которые направлены на лечение тросеохондроза, а также неврологические препараты, которые направлены на оккупирование болей в спине и на восстановление хрящей, межпозвоночных дисков, они весьма дорогие. И однажды, подсев на них, вы с них не слезете никогда. И вы уже будете инвестировать, не инвестировать, а тратить. Вы будете работать на лекарства. Не только на них, но и на них тоже. Постоянно. Потому что они не вылечивают, они останавливают, снимают симптоматику, но не убирают саму первопричину. Сама первопричина кроется, как я уже говорил, в положении позвонков. Вот поэтому, понимаете, вот вы сэкономите намного больше, инвестировав однажды в метод, который будете использовать всю оставшуюся жизнь, чем вы ни во что не будете инвестировать, в здоровье, в смысле имеется в виду. Не будете ничего делать или будете делать, что хуже всего, неправильно. Потому что многие делают гимнастику и думают, все, они не защитились от всего, нет, ни фига подобного. Гимнастика, она работает только так, она для каждого своя. В смысле, как она для каждого своя? Она должна быть такой, чтобы задействовать абсолютно все сегменты. Так, чтобы они двигались в рамках своих филологических амплитуд. И сделав вот таких вот два-три движения наклонов в стороны, вы задействуете только часть каких-то сегментов, другие остаетесь в бездействии. Еще не дай бог это ляжет на неправильный сапсериотип динамический, и ни черта не получится. Да. Утре гимнастика хорошо, вы немножко в тонус свое тело приводите, но это не значит, что вы распределяете правильно тонус и формируете правильный сапсериотип динамический. Это я опять отвлекся немножко поумничать. Но это на самом деле важно. Работая по неправильным методам, вы получите геморрой. А неправильные методы, это вот общераспространенные. Потому что они появились, черт не знает вообще-то когда, и с тех пор наука вперед ушла очень далеко. И то, что раньше была производственная гимнастика 2-3 движения, она была направлена прежде всего не на то, чтобы человеку здоровье поднять. Это надо, чтобы поднять его производительность. Он устал, и он немножко подвигался, кровь разогнал, он стал более эффективен. То есть только утомляемость ушла. Но это не значит, что он члены свои размялся, и у него все правильно стало. Ни фига подобного. Спина у него все равно заболит точно так же. И коленные суставы заболят точно так же и все. Поэтому надо делать правильно все. И начать надо, вот я предлагаю вам начать, потому что я знаю, вот с этого курса, начните с него. Просто все. Я уверен, что вам это понравится. А не понравится, вернете мне его назад, и я все компенсирую. Я отвечаю за свои слова. Вы мне его не вернете, спасибо только скажете. Это гарантия 100%, потому что еще недовольных вообще ни одного человека не было. Ни одного. Ну, кроме, конечно, тунеядцев, которые считают, что раз они там побыли на семинаре, чему-то выучились, то все, они уже себе купили место в раю здоровым и хорошим таким, чтобы у них будет жизненный комфорт. Да ни фига подобного. Ни фига подобного. Начинать что-то надо. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. А я вам приведу две поговорки, которые мне очень сильно нравятся. Я их подчеркнул в свое время в книге Ямамото Цунетомо. Вот. Хагакури Нюман, книга называется. Прекрасно. Там написано так. Если вы знаете, что что-то делать там правильно, какое дело правильное, то любое время для его выполнения, это как раз то самое время. Я поясню на этом конкретном примере. Если вы знаете, что для того, чтобы сохранить здоровье позвоночника, нужно делать что-то, нужна какая-то методика и нужно выполнять, то для того, чтобы начать вот это время, которое у вас сейчас, это то самое время. Не надо откладывать это до понедельника, нового года и так далее, что-то дожидаться. Только хуже будет. Вы потеряете кучу времени, а может и здоровье даже. Все может быть завтра прострелить спину вашу после сна. Все. И началось. И вторая поговорка. Если взяться за дело безотлагательно, то можно сделать его на удивление быстро. Здесь два момента. Первое. Вы безотлагательно беретесь осваивать это все дело. И тогда вы осваиваете это быстро. Это несложно, я вас уверяю. Методика очень доходчива. Очень доходчива. Я не скажу, что она примитивна. Нет. Она интересна. Она проста, она не сложна. Она интересна, но она не примитивна. И вы когда все поймете, и вам очень это дело все понравится, будете кайф испытывать, делая вот упражнения все эти. Прям, ну реальный кайф. Такой примерно кайф, когда вот, значит, иногда вы там потянетесь, там что-то хрустнул, и так прямо хорошо в теле там вы вытянули свои мышцы. Вот напоминает. Вот ощущения будут это напоминать. Действует немножко по-другому, но ощущения подобные. Будет кайф. Вам очень это дело понравится. А второй момент. Вы каждый день, используя эти методики, будете просто начинать действовать безотлагательно. Вот встали с утра, и не надо откладывать этот метод куда-то в долгий ящик. Вы, конечно, можете найти для него время и вечером, и еще когда-то, но лучше всего с утра. Найдите 15 минут, 20 и вообще замечательно, 30 просто великолепно, а больше не понадобится. Больше не надо. И сделайте. И вы удивитесь, что на это время найдется легко. Ну, а не успели с утра, сделайте позже. Даже в обед можно сделать это. Я вам еще расскажу потом попозже, в следующем видеоподкасте, где и как это все можно делать. Вы убедитесь, что это настолько доступно, что просто сказка какая-то. Ну, а на сегодня я заканчиваю. И скоро встретимся в следующем видеоподкасте. Всего доброго, друзья.